всем привет ребят это снова это снова я пробираюсь опять на пасеку снега просто пипец вообще в этот раз все прошлые труды были напрасны потому что все завеяло опять и не слабым снегом и сейчас опять надо пробираться опять чистим опять как говорится пробирался сюда на пасеку с горем пополам вот такой опять хочу показать его на теплице снег высокий на крышах больше 50 сантиметров вот тут пробираюсь опять до этого было протоптано все тропа там откапывал машину ставил на парковку по мужа одна колея не разменешься вот такие вот дела вот сейчас буду пробираться я опять заново на пасеку посмотрим что там как дела хочу показать что уже сюда на дачу приходил заяц вот его следы это бывает очень часто на пасеках у меня тоже прелюбовали зайцы тут одно место если дойду покажу вам и они все время там как говорится хаваются сейчас посмотрим проверим мою интуицию выбрался на пасеку видите какие здоровые шапки на ульях и то что вам говорил вот тут пир как говорится дичи во сколько следов тут видимо у них проход тут каких только следов нету может и охота было не знаю но следов очень много вот такие вот дела вот тут видно много кала вот погрызаны ветки видите поближе сейчас вам покажу здесь вот здесь а также вот тут вижу его кровь видимо под ранок было ли что вот такие вот дела скорее всего была охота может заяц и поссал еще кто его знает короче вот такие вот дела впереди вид пасеки ребята такие вот сугробы ветки аж согнулись на березе надо будто тряхнуть ну следов таких не видно мышей не видно чтоб бегали прыгали здесь этой стороны тоже тут целым монолитом снег лежит дергаться проверять что-то смотреть я считаю нету смысла если только какие-нибудь крайние улья вот может вот этот посмотреть можно будет сверху до тихонечко снять ну еще пару шестерамочников за которых я переживаю там воз краю а так общую пасеку не буду дергать потому что видите какая погода шепчет как говорится сиди дома и отдыхает пчелы отдыхают тоже и не дергая их ну все равно беглую ревизию надо делать ребят потому что в случае фосмажоров говорю были такие вот ураганы всякие тайфуны надо конечно поглядывать мало ли где крыши сорвала где еще что-нибудь проглядел посмотрел так беглую ревизию сделал все нормально все пошел домой сейчас вот кстати надо посмотреть вот этот будет отводок тут во все нормально снег падает сейчас попробую отрести ветки при вас у смотрите каких тоже надо так высотрите смотрите что это такое ветки как зажало никогда так не было чего они так опустились из-за снега видите надо будет их демонтажировать чтоб не мешали но летом хорошо тенек тут такие вот дела хочу вам показать этот райок где рамки подставлял что многие скептики мне диванные специалисты говорили ты дурачок что ты делаешь не надо сейчас вам покажу что не надо что надо вот все тут хорошо пчела зимует девки вот сидят живые бегают кто балаболел что они у тебя не переживут и неделю вот вам на ваш дурацкий вопрос и компетентный ответ что все можно делать кто не рискует тот не пьет шампанского вот так пойдем сейчас другие семьи посмотрим кстати в подтверждение тоже задаваемым вопросом по поводу зачем ты ставишь вот такие подрамники дурацкие это то и сё я влаги нету сырости нету все хорошо чистенько все продых есть это вот так супер для пчел что еще им надо просмотрим другие улья и я вам потом покажу и вы убедитесь сами в это ребята в живом времени вот я настроил штатив сейчас сниму вот эту крышку и вам покажу видите вот пленка остается когда в улью и не есть вот если ее убрать вот человеке как зимует хорошо обратите внимание сейчас вам покажу вот сидят в начале им вот холстик подставить и все будет хорошо сейчас не буду их беспокоит накрою холстиком и вот изморюсь так что надо смело убирать пленку лучше холстик чтобы зимой у меня вот такой утеплитель сейчас им поставлю все я не будет зимовать почему я вам показал улик где есть частично пленка приоткрыта потому что хочу показать вот видите на темном фоне видно какой иний и когда резкие перепады вот с оттепели холод получается собирается конденсат и капает на пчел появляется сырость дополнительно они все равно выпаривают с медом много влаги плюс дополнительно еще есть конденсат и вот получается ерунда лучше конечно на зиму ставить холстики вот такие вот дела вот ребята сейчас я поднял этот улей хочу тоже подложить холстик здесь холодная зимовка видите пчела вот здесь наверху сейчас я прикрою быстренько реализировались можно смело подставлять вот так тихонько все будет зимовать все аккуратно мышей нету хорошо все равно и сверху можно еще один дополнить вот так и будем их терроризировать плотненько хорошо ребята этой семейке подставим подрамничек маленький что-то я проглядел всю пасеку пару недель назад а про этот отводок забыл вот они сидят впереди вот тут девки вот отлично сейчас я все сделаю вот такой у меня есть подрамничек сейчас аккуратно подложу с материала вот такой положу легенький сейчас подвернуем аккуратно а этот матерчатый просушу хотя можно его положить аккуратно тоже вот так и все крышкой накрыть она широкая думаю все будет за бест сейчас ребята глянуете отводки посмотрю что и как интересно мне тоже опа надо холстик у них будет сироп еще и остался они тут впереди надо их накрыть его тогда я косяк сделаю так вот нашел я холстик свободно и будет им хорошо и тепло и сверху можно вот такую фанерку положить так косяк сделал один забыл я подложить палочки как всегда вот так в начале тут и вот тут для перехода можно и в конце тут подложить маленькую маленькую вот так все вот теперь у них все хорошо будет все вот так сейчас мы следующую семью поглядим так тут тоже пчелка живая все хорошо сейчас мы палочки подложим маленькие вот так аккуратно вот так вот вот ребят это старый дедовский улей сейчас проверю здесь ставил я клей словил я в прошлый раз мышь точнее даже полюбку какую-то здоровую такую хочу сейчас проверить это всякое может быть открыть крышку сейчас поглядим нет чисто все нету так это меня радует пчела в активном состоянии тут может я ее потревожу вот так в активном клубе видите большая семейка все аккуратно закрываю может я расшумелся все клей тут будет все закрываю брался вот до этой стороны ребята решил еще дедовский улей посмотреть как что тут интересно гудят девки ну вот так они сидят здесь вот столько рамок только мне не нравится что клуб как-то не сжаты надо как-то их ужать не ужмешь расстояние между рамками большую рамок хватает пчелы много меда много вот что-то расстояние какое-то большое вот так ужать их попробовать лучше будет все не трогаю их семья сильная ну что я хочу сказать ребята половина практически зимовки прошло считайте сейчас середина декабря осталось нам пережить половина декабря январь и февраль думаю что все будет нормально посмотрела семьи вы тоже видели если так дальше пойдет думаю все будет хорошо вот такие вот дела единственное что заметил те семьи которые ну немножко сильнее утеплены они более активно а те которые вот зимует холодной зимовкой там холстиков нету они вообще смирненько сидят передние стенки они стоят думаю что нормально все будет будем ждать теперь нового года там делать уже выводы конкретные вот такие вот дела если вам понравилось видео обязательно ставьте вот такой палец вверху наверху нажимайте на колокольчик кнопка прощания но внизу заветная кнопка подписки всем пока пока и и и и и Продолжение следует...